Существует астрономия любительская и тротуарная, а есть библиотечная. Вы не ослышались. В Центральной городской детской библиотеке состоялся урок астрономии. Прежде чем совершить путешествие по ночному небу, постоянных читателей познакомились с книгами, хранящимися в фондах библиотеки. Эти сборники и энциклопедии готовы открыть все тайны Вселенной. Те, кому еще рановато изучать научную литературу, смогли поучаствовать в конкурсе и нарисовали свою Луну. Спутнику Земли в этот день уделили особое внимание. Луне можно сколько угодно говорить. Это такой же нещерпаемый источник информации, как и наша Земля. До сих пор наука точно не знает, откуда взялась Луна. То ли она была притянута к Земле, то ли она часть Земли, была выбита другим третьим телом, то ли в процессе, так сказать, приливных действий превращения Земли она отпочковалась, скажем, как капелька. Вот пока это точно неизвестно. Во время встречи в библиотеке развернули мини-планетарий. При помощи специальной программы дети и взрослые посмотрели на основные созвездия ночного неба, побывали на других планетах и, конечно же, очутились на Луне. Подобный час астрономии уже однажды проводился на одной из Ивановских библиотек и имел большой успех. Мы делали подобные мероприятия, но в более мелких масштабах, так скажем, на базе четвертого филиала нашей централизованной системы я проводил с ребятами. Мы просто так вот по дворе собрались с нашими постоянными читателями, то есть вынесли телескоп, ну и посмотрели, полюбовались. В тот раз нам удалось полюбоваться Луной, Сатурном. По завершении встречи детям рассказали об устройстве телескопа и дали возможность посмотреть на настоящую многократно увеличенную Луну. Любовь Почерникова, Андрей Семевоков, РТВ, Иваново.